То есть огромное количество фильмов, почему они сейчас не пошли в условиях России? Потому что предприниматель не видит устойчивой аудитории для детского кино, к сожалению. Вот для самых маленьких, как, например, Маша и Медведь, аудитория есть, это аудитория родителей. Они желают всего самого лучшего своим детям, и поэтому они подпишутся на эти мультики. Но вот для лиц, которые старше восьми лет... И мне интересно то, что было раньше, то, что мы раньше читали, смотрели. Другие интересы, другое поколение. Но вместе с тем, книги Корнея Чуковского уже... Ну, книги Корнея Чуковского. 34-е поколение Чуковского, да. Это уже классика стала. Сейчас интернет и телефоны... Интернет и телефоны ничего. И ты эти четыре, вообще. Ну, никак не дети, которые там играли. Да, это немножко особый формат. Если опять вернуться к поиску ответа на вопрос, каким образом вам отыскать канал вашей аудитории, почему бы не использовать вот этот интернет-ресурс как для создания положительного контента. Вы можете создать свой образовательный канал в YouTube. Для этого вам не требуется больших капитальных затрат, достаточно иметь веб-камеру, достаточно качественную, и компьютер. Можно даже у кого-то это арендовать на приемлемом условиях. Можно на сплочину с кем-то приобрести. Но вот этот канал, который вы видите здесь, Е-Договор, он стал насчитывать у нас подписчиков, аудиторию подписчиков свыше 1200 человек. Мы при этом не вкладывали денег в раскрутку. Мы просто размещали интересный образовательный контент. Мультики, учебные фильмы, технологии урегулирования конфликтов. То есть мы отвечали на вопросы аудитории. И хочу сказать, что можно еще более профессионально сделать решение всех этих вопросов, где-то подключить к этому маркетологу по социальным сетям. К сожалению, у нас такой возможности не было. Но все-таки канал посещаемый. Вы можете создать аналогичный канал. То есть социальные услуги плюс образовательные технологии, пожалуй, вместе они дают такие возможности, открывают, которые позволяют очень легко дойти до своей аудитории. И найти единомышленников, что не было важно. Вот у нас также учебный сайт универ.демедиатр.ру, на котором, я надеюсь, если позволит сильное время, мы сможем выложить результаты наших занятий, те клипы. И если вопросы вы забыли задать в этой аудитории, или постеснялись задать свой вопрос, можете задать его на форуме, что очень удобно. Я постараюсь также все содержимое компакт-дисков, которые вам раздано, разместить на этом сайте, с тем, чтобы вы легко могли найти нужный нормативный акт. В качестве примера я привел вам фотоснимки с такого курса, который регулирует очень далеко атмосферу. Это профессиональное посредничество в межрагнических и межрасовых конфликтах. В этом конфликтах. Это очень актуальная цифра, в условиях организации городов. Вы помните совершенно недавний инцидент в Чемодановке, когда возникла массовая драка, 150 участников, они вновь налицегрампу с этого городка. Не слышали? Нет? Кто-то слышал, кто-то нет. Если бы этот инцидент был единственным, нет, периодически у нас возникают такие конфликты довольно острые. А строительство храма в городе Екатеринбурге, слышали? Спасибо.